Сегодня день работников радио и телевидения Кыргызстана. В этот день, в 1958 году, вышла в эфир первая телевизионная программа на Кыргызском телевидении. В этот день, в 1992 году, на 11-й сессии Верховного Совета Республики Узбекистан был единогласно принят основной закон страны – Конституция Узбекистана как независимого суверенного государства. В Панаме сегодня чествуют матерей. В этот день здесь отмечается День Матери – один из главных и важных праздников году. По этому случаю, многие люди находятся не на своих рабочих местах, а дома в кругу семьи и готовят мамам настоящий праздник, окружая их теплом, заботой и любовью. В 1987 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают в Вашингтоне бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. В этот день, в 1844 году, родился Эмиль Рено, французский учитель-изобретатель, создатель первого мультипликационного фильма. В этот день, в 1934 году, на свет появилась одна из крупнейших русских актрис 20 века – народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, лауреат четырех государственных премий Российской Федерации. В фильмы с участием Алисы Фрейндлих входят золотой фонд русского кинематографа. Она наиболее известна по картинам «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и тримушки терра», «Жестокий романс» и другие картины.